Как ты относишься к новому правилу, что теперь не будут дополнительно удалять за то, что сбрасываешь перчатки, но драча не произошла? А почему не отменили, когда просто скинули перчатки, нормально подрались, чтобы не было дисквалификаций, штрафов никаких? Да, это не это. Ну, в смысле нет? Если ты вторую драку делаешь, то тебе дают... Это регламенты, но это могут изменить. Не, а про новое правило и все скажем. Да, хорошо, а что нет? Ну, просто я немножко не понимаю вот этого механизма. То есть, если, условно говоря, я подъехал, и, допустим, Геннис Толярову предложил скинуть перчатки, а он отказался, да? И мне не дают 10 минут. За то, что ты скинул уже? Да, ну, по-моему, такие ситуации редко были. Нет, вообще... Частенько. Я просто не сталкивался. Частенько. Да, наверное, хорошо, но просто, когда человек тебе предлагает перчатки скинуть, редко отказывается. Такого не бывает почти. Ну, ты-то отказываешься. Привет. Защитник Марсель Ибрагимов, недавно покинувший систему ЦСКА, подписал пробный контракт с ЦСКА. Такое ощущение, что он что-то забыл в раздевалке, и ему нужен был повод вернуться. Адмирал начал подготовку к сезону без легионеров, но они приедут, не беспокойтесь. А вот в Тольятти приехал иностранец, которого никто не ждал. Редко, когда легионеры подписывают пробные контракты с нашими клубами, но Остап Сафин из Чехии заключил именно такое соглашение. И тут большие вопросы к руководству команды из Тольятти. Рассказывают, что у них есть деньги на хороших игроков из-за рубежа. Агенты обещают привезти ребят, но вместо этого в клуб едет весьма неоднозначный хоккеист. Остапа мы знаем давно. Он был на молодежном чемпионате мира в Баффало, когда наша сборная при Брагине опозорилась и вылетела в четвертьфинале. До этого выступал на двух юниорских чемпионатах мира. Сафина в 2017 году выбрал Эдмонтон в четвертом раунде. Но на взрослом уровне у Остапа все пошло не так, как надо. Достаточно сказать, что он доигрался до Исткоста, а это говорит о его неважных перспективах. Не блистал новичок Лады в прошлом сезоне, когда вернулся домой в Чехию. 8 шайб в 43 матчах за Спарту. Ссылка в фарм-клуб. Если бы хоккеиста взяли в Югру или в Дизель, это бы было понятно. Но у Тольятти даже многие из нынешнего состава гораздо сильнее. Весьма странное решение клуба, хотя там будут говорить, что пробный контракт ни к чему не обязывает и практически ничего не стоит Ладе. Но команда теряет время на то, чтобы просматривать хоккеиста, который очевидно не подходит к ХЛ. Это потеря времени, а тренерскому штабу и так его не хватает. Я про адмирал говорил, тут Леонид Тамбиев возмутился, что лига вмешивается в игру, применяя правило запрета стояния за своими воротами с шайбой более трех секунд. Да если бы не это правило, адмирал бы из зоны не выходил. Борис подписал контракты с нападающими Шахмеддиновым и Мангезбаевым. Это те ребята, которые заменят иностранцев с паспортами в сборной. В добрый путь, что ж, как и Николаю Лемчугову. Выбегая с шайбой из зоны, начиная так. Но трястись, ну как бы, не должно такого быть. У вас не должно быть переживаний никаких. Даже если вдруг что-то происходит, жизнь на этом не заканчивается. Я живу здоров, мои родные живы здоровы. Значит, что? Значит, есть время для того, чтобы работать и становиться лучше. Уже две недели Николай Лемчугов работает главным тренером команды МХЛ «Атлант», который базируется в мытищах. А голос уже посадил. Потому что стоишь в центре льда и какие-то нюансы объясняешь сразу, по ходу. Поэтому не то, что я на хоккеистов ругаюсь, а просто надо громко говорить. А не привык же громко говорить. Пока подмосковная команда, которая в прошлом году даже не попала в плей-ин, не провела ни одного выставочного матча. До сезона запоминать имена игроков во многих клубах молодежной лиги не стоит. Поменяется слишком многое. Вот и Лемчугов пока смотрит, анализирует, притирается с хоккеистами. Но он очень заряжен. Во время своей неоднозначной карьеры за два года в «Стальных Лисах» Николай сделал для себя какие-то выводы. И теперь не собирается повторять тех ошибок, что допускали по отношению к нему. Мы с тобой разговаривали, что я немножечко другого плана, так скажем, специалист, если можно так назвать. Да, можешь же назвать? Вот, поэтому то, что, наверное, делали в мою сторону, но я себе, наверное, категорически запрещаю, там, я не знаю, какие-то оскорбления, там, не знаю, еще какие-то моменты, которые могут, ну, не то чтобы унизить, но немножечко напугать хоккеиста, скажем так. Самое страшное ведь не оскорбление, это еще, а вот когда скажешь в лицо «ты хорош и все нормально», а за спиной… Это вообще, ну, я полностью согласен, тут нет, тут у нас, на самом деле, очень откровенное общение с парнями, и за глаза там ничего не говорю. То есть я конкретно, если с человеком общаюсь, я ему говорю, что тебе не хватает вот этого, вот этого, вот этого, надо работать. Для себя Николай ставит серьезные задачи. Он хочет попасть с Атлантом в плей-офф. Это не просто быть в тройке серебряного дивизиона конференции, но и пройти плей-ин. Учитывая силу клуба, возможности, это все равно, что объявить будто куннуй будет бороться за клуба Гагарина. Сказать-то можно, а сделать нельзя. Но Лимчуков не должен думать только о спортивном результате. В этом сезоне он обязан расти сам, чтобы через некоторое время перейти на взрослый уровень. И кажется, что это реально. Я считаю, что все у нас в голове. И под этой целью у меня еще очень много микроцелей, которые я должен выполнить по сезону, чтобы выполнить основную цель. Поэтому я себе не ставлю какую-то минимальную задачу, а ставлю наоборот максимум, за которым идти. За максимум идти, так скажем, приятнее. И после сезона приятно удивиться, даже если ты ее не достиг. Но если ставить минимальную и минимальную не достичь, это уже неприятно, это уже будет обидно, наверное. Московская «Динамо» уже прибыла на сбор в Нижний Новгород, но пока не в полном составе. Так что все тройки, которые выходят на лед, весьма условные. Правда, Алексей Кудашов не отказался от сочетания Джоашвили, Каблуков, Муранов. Все стабильно. И последний защитник Ренат Валиев, которого недавно обменяли из Адмирала в Акбарс, подписал контракт с Альметьевским нефтяником. Он будет выступать в высшей лиге. Это есть хорошее решение, сказал бы хоккеист. До свидания. Будем быть до конца педагогами и не выражаться некультурно. Но по раздевалке это не связано с тобой на самом деле. То есть я хотел еще пошутить, если что, запикаешь, но как-то сейчас стараюсь отходить от этого. У нас же есть культурные тренеры? Кого ты считаешь культурным тренером? Изнарок? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова